Принято считать, что смутное время закончилось венчанием Михаила Фёдоровича Романова на царство. Официальный город-символ наступившего мира – это, конечно, Москва. Но в Волховском районе Ленобласти есть один отворот с трассы А-114, где заканчивается асфальт и начинаются поля борщевика. И висит табличка «Здесь закончилось смутное время». После коронации север и северо-запад страны продолжают осаждать шведские и польские интервенты. Казна за время междоусобиц опустела. Об окончании черной полосы в истории русского царства говорить рано. Шведы первыми предлагают мирный переговор. К этому времени они занимают крепость в Старой Ладоге, русские – в Тихвине. И обе стороны готовы к миру, но не готовы уступать ни в чем. Поэтому место встречи выбирают ровно посередине, в небольшой деревне Столбова. Здесь все условия. Рядом река, сязь, вокруг лес, где строят небольшие остроги. Послан будет где укрыться в случае провокации. И 27 февраля 1617 года с подписанием Столбовского мирного договора Россия почти на сто лет потеряла выход к Балтийскому морю, но сохранила новгородские земли. История всей Европы решалась здесь. На этом наша поездка в Столбово заканчивается. Начинается поход. Дальше, даже до Кровавого ручья, до центра деревни нам не добраться. На машине идем пешком. Сразу скажем, для местных это все-таки Пстолбово. А в научном сообществе принято говорить Столбово. Даже с ударением за почти 400 лет не разобрались до конца. Вообще, законы истории с этим местом будто работают в обратную сторону. Со временем становится больше не ответов, а вопросов, объясняет председатель местного отделения общества охраны памятников Егор Фольков. Вот, например, этот ручей – неофициальный центр Столбова. О нем здесь знают все и уверенно называют его Кровавым. Но на современных картах названия нет. Говорят, что Кровавый, ну буквально потому, что сюда кровь проливалась, и здесь шли ожесточенные бои. Это так? К сожалению, документов, подтверждающих этот факт, нет. И, скорее всего, появилось название от глиняных берегов этой реки. Во время переговоров боев, скорее всего, не было. Название Кровавый появилось раньше. А вот второй ручей, что течет здесь же, Беседный, Бесединский, официального названия снова нет, должен иметь отношение к переговорам. Последняя надежда – местные жители. Узнаем у них. Но действительно, местных, не дачников, осталось пара человек. Повезло, застали старосту. Может, хоть сориентируют на местности? Я не местный житель. Местных жителей здесь уже не осталось. Местных. Все понаехали. Такие, как я. Что вас интересует? Столбовский мир? Вы в истории посмотрите, и все будет вам ясно. И ничего не знать здесь, кажется, традицией. Вот заметка в местной газете 1963 года. Тогда эту деревню тоже пытались открыть мир. После уборки сена участники воскресника ознакомились с деревней Столбова. Здесь был заключен мирный договор России со Швецией. Но об историческом событии в деревне не знают. Надо написать на счете, что в деревне было такое историческое событие. Людей это заинтересует. Возможно, так мало информации сохранилось потому, что переговоры всегда были процедурой конфиденциальной. А деревня Столбова в начале 17 века стала центром отечественной дипломатии. Русский царь Михаил Федорович отправляет на переговоры своего представителя, князя Даниила Мезецкого. Шведский король Густав II Адольф, уже отличившегося в смутное время полководца Якоба де Лагарди. Условия подписания мира обсуждают несколько месяцев. Все это время между сторонами мечется посредник, англичанин Джон Мейрик. Для русских просто Иван Ульянович. Как бы сейчас сказали бизнесмен, который имеет планы на торговлю и в России, и в Швеции. Делят земли и деньги, но дольше всего спорят о титулах царя и короля в тексте договора. Русская сторона настаивает. В отношении к царю нужно использовать слово «Офервиннере» – «победитель», а не просто «риент» – «правитель». Возможно, когда дело, наконец, идет на лад, на карте деревни и появляется новое название ручья. Если верить единственному местному жителю, вот он, тот самый Бесединский ручей, возле которого, так принято считать в деревне, у двух сторон, наконец, начал складываться диалог, беседа. Кстати, он находится не так далеко от кровавого ручья. Вот и получается между войной и миром каких-то 300 метров. На старых картах находим еще часовню. На этом месте уже пустырь, но в 2000-х поблизости появляется новое. Открыто. Здравствуйте. Есть кто живой? Во всем духовным признакам это место святое. В начале строительства домика было откровение и явление Казанской Божьей Матери. Заброшено. По словам местных, женщина, которая присматривала за этой часовней год, как умерла. Это место теперь тоже никому ничего не расскажет. У нас было еще много вопросов, но на все местные отвечали. Посмотрите в истории. А в учебниках о деревне, если и написано, то скупо. Так что они и были нашей последней надеждой на историю. Едем дальше. Меньше часа на машине, и мы в Старой Ладоге. Ее крепость во время переговоров была шведская. Судя по всему, вот именно в эту точку подъезжали посланники русские для того, чтобы переправиться на левый берег, где стоял в ладожской крепости шведский гарнизон со шведской делегацией посланников. Заведующий сектором музея-заповедника Роман Бараусов объясняет. Именно здесь, как бы сегодня сказали, в договор вносили финальные правки. Стояли вот тут, смотрели туда, встречали документы. С такой точностью в Старой Ладоге могут восстановить события, которым больше четырех веков. Внутрь крепости посланников не пускали ни в коем случае, так как это шведский военный объект был на тот момент. Но близ крепости посланника расквартировали. То есть человек с другой стороны прибыл, его приютили, охранника приставили, ночлег организовали, покормили? Напоили. В то время крепость занимали присягнувшие шведскому королю французские наемники под командованием Пьера де Лавиле. Спускаемся в самый низ крепости. В этом помещении раньше хранили порох. И именно здесь сохранилась оригинальная кладка рубежа 15-16 веков. Она точно видела шведов и, возможно, даже самого Пьера де Лавиле. Он, как командир гарнизона, прогуливался здесь, инспектировал помещение. И, возможно, где-то здесь остановился и задумался о судьбах Родины. С 1610 года правительство здесь постоянно меняется. Крепость отходит то одной, то другой стороне. Шведам необходимо контролировать Новгород. И цитадель на берегу реки – это идеальное решение. Попал в плен сам брат родной этого самого капитана Пьера де Лавиле, начальника гарнизона. Русские войска предприняли переговоры с советским гарнизоном в обмен на жизнь брата. Предложили сдать крепость. Ну, капитан Пьер де Лавиле сказал, что братьев может быть много, а крепость одна. В общем-то, и он не сдает цитадель. Здесь же узнаем. Деревянные поклонные кресты, как в Столбово, – это традиция всего по Волховье. В музее хранятся экспонаты 17 века. И без свидетелей и документов они рассказывают истории этих мест. Во – имя, и тут дальше церкви, дальше идет Си, Ме, Она. Снизу – Богоприимца. То есть сокращение идет сразу БГ – Богоприимца. Ну, все равно, конечно, да, в принципе, разобрать можно. Даже по месту расположения этого креста мы можем косвенно предположить, где находился этот храм Симеона Богоприимца. Потому что точное местоположение этого храма до сих пор неизвестно. Понятно, что крест не ставили где-то по отдаль, да, там, в соседнем квартале. И его ставили именно на то место, где находился храм. В Старой Ладоге крест – это всего часть одной из экспозиций. В Столбово, кажется, единственный символ события, которое изменило историю. Ни музея, ни построек того времени, ни даже говорящих названий на карте нет. Но именно это и значит, что туда нужно ехать прямо сейчас. Поднимать документы, обновлять карты, даже искать ручьи, чтобы не потерять навсегда это событие, эпоху и, главное, себя. Полина Ганчева, Пульс города.